здравствуйте друзья сегодня мы приготовим свиную или ножку или голяшку или рульку как называют кто как называет но это вкусно и его можно делать это блюдо бюджетное потому что вот эта часть свиньи стоит недорого и можно позволить себе и в будни и не стыдно даже подать и на праздничный стол например на новый год или на рождество для этого я взяла вот вишневые ветки ветки должны быть сухие потому что если ветка будет свежая то она может горчить ветка должна быть сухая мы обрезали в прошлом году вишни у нас осталось вот теперь берем эту рульку рульку я помыла здесь была был штамп ветеринарной службы я его обрезала чернила вот эти все и нашу рульку вот мы вот так в казанчик и упакуем укладываем да теперь вот здесь у нас где есть место я разрезаю прям с шелухой 3 луковицы маленькие у меня можно одну большую вот так разрежу вот я взяла специально маленькие головки чеснока потому что я их не буду чистить вот так вот разрезала на половинки а тут пригодились ой упала но ничего у меня еще есть вот такие вот чесночинки надо было мне порезать вот укладываем затем берут три лавровых листика небольших у меня вот такие три лавровые листика здесь у меня штук 20 перца черного горошка 2 перчика душистых 2 гвоздички это все я сейчас залью водичкой вот нашу рульку мы отправили в казанчике на огонь на плиту добавили одну хорошую столовую ложку где-то грамм 30 соли накрываем крышкой и будем варить до готовности готовность определим тем что косточка будет отставать от мяса вот друзья наша ножка варилась два с половиной часа в отваре вишневых веток запах стоит прекрасный кто пил чай из вишневых веток знает о чем я говорю и цвет придала ли вишневые ветки вот нашей рульки вот такой вот цвет вишневый без вас я сняла шум когда шум был и появился пену сняла и добавила одну морковку она уже разварилась все теперь мы наша рулька порует я вот ее выложила на тыкву чтобы она не не прикасалась с фольгой и была у нее подушечка такая теперь сделаю такой вот я взяла на маску взяла одну ложку меда здесь у меня вишня в собственном соку есть я добавлю одну ложку меда и ложки 2 вот вишневого сока и одну столовую ложку я думаю хватит соевого соуса одну столовую ложечку это все хорошо перемешаю этим раствором мед плюс вишневый сок и плюс соевый соус я смажу хорошо нашу рулечку со всех сторон это нужно для того чтобы она в духовке закармелизовалась долго в духовке я ее держать не буду так как она уже почти готова слегка подрумянится я ее выну и будем пробовать вот друзья наша рулька запекалась при температуре 200 градусов полчаса еще в духовке вот такой она приобрела вид она полностью готова тыква также готова кто не любит тыкву можно на ваш вкус можно под рульку положите квашеную капусту картофель айву по желанию кто что любит теперь мы разрежем нашу рулечку посмотрим что внутри что в коробке то и на коробке да вот такая вот рулька у нас получилось мама ну ты меня соблазняешь ты змея искусительница запах друзья вишневый у кого нет вишневых веток кстати можно добавить луковой шелухи но это будет немножко не то запах вишневых веток и вишневый сок все таки дают свое преимущество свою прелесть да вот сейчас попробуем вот такая вот получилось вот столько мяса и и я бы сказала бюджетный вариант столько получилось мясо и за небольшие деньги даже не скажешь что это свинина чем-то похоже на утку запеченную фаршированную яблоками тыква вишня вишневые ветки дали свой аромат мед очень вкусно такие пытки даже гестапо не придумывали мясо очень нежное с наступающим вас годом с наступающими вас праздниками готовьте рульку подписывайтесь делитесь с друзьями приятного всем аппетита пока спешу есть рульку